Доброе утро, друзья мои трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 21 июня. Меня зовут, наконец-то, Александр, и сегодня же торговая сессия с вами приведу я. Давайте рассмотрим ключевые события, наиболее важные предстоящего дня, на что нам стоит обратить внимание. В первую очередь это американский блок статистики, который выходит сегодня в 13.45 по времени GMT, индекс деловой активности в производственном секторе и в это же время индекс деловой активности в секторе услуг. Новости, безусловно, важные. Будем следить за теми показателями, которые покажут сегодня, которые сегодня выйдут в отчете. Индекс доллара на текущем от времени котируется выше отметки 105. Это несмотря на то, что за вчерашний день блок статистики, который уходил по Америке, вышел в негативном ключе. Индекс доллара все равно показал нам рост и сейчас торгуется на отметке 105.17. Наши цели остаются прежними. Мы ждем, что индекс доллара будет расти до отметки 105.50. Это наша первая цель, за которой мы будем следить. Что касается других наиболее важных отчетов, которые вышли за вчерашний день, это запасы по нефти. Запасы по нефти за вчерашний день сократились на 2,5 миллиона баррелей. Несмотря на это, нефть марки Brent сейчас торгуется выше отметки 84 доллара за баррель. На текущем момент времени, вероятнее всего, нефть марки Brent находится около своего определенного потолка. Мы не ожидаем, что цена будет показывать супер восходящий тренд. Текущий рост можно связать с тем, что сейчас начинается сезон автомобилей, больше потребления топлива и, соответственно, больше потребления, сокращаются запасы. Нефть от этого находится в справедливую цену выше 80 долларов за баррель. Но наши цели остаются прежними. Мы ждем нефтемарки Brent ниже 80 долларов. На текущий момент времени просто находимся в поиске наиболее удобной точки для входа для того, чтобы поймать этот нисходящий тренд. Что касается других инструментов, наиболее важных. Евро-доллар также котируется на отметке близко к уровню 1,07. Цена несколько раз подходила за всевышенную торговую сессию. На открытии рынка цена также была у кого-то значения. Сейчас торгуются чуть выше. Наши планы остаются прежними. Мы ждем евро-доллары ниже отметки 1,07. Что касается британской валюты. Решение по процентной ставке, которое вчера опубликовал Банк Англии. Ставка, как и ожидалось, осталась неизменной. Так или иначе, учитывая, что цели по инфляции были достигнуты, мы ожидаем, что так или иначе следующее заседание, которое будет проходить по решению по процентной ставке Банка Англии. Там уже будут приниматься решения о снижении процентной ставки. Рынок, так или иначе, будет это все закладывать заранее. Поэтому наши цели по британской валюте к американскому доллару остаются прежними. Ждем близко к отметке 1,26. Первая цель и, соответственно, ниже. Это наиболее важное событие. Давайте еще рассмотрим валютную пару доллара и японская и иена. Доллара и японская иена на текущий момент времени торгуется очень высоко. Текущее значение 158,90. Это действительно очень высоко для японской иены. Она практически подошла к своим максимумам, от которых как раз японский центральный банк начал проводить валютные интервенции. И плюс ко всему сегодня вышел отчет по инфляции. Отчет по базовой инфляции, отчет по потребительской инфляции. Так вот, потребительская инфляция выросла. Предыдущее значение было 2,5%. Сейчас инфляция в Японии 2,8%. Что касается базовой инфляции, предыдущее значение было 2,2%. Новое фактическое вышло 2,5%. То есть инфляция в Японии начинает постепенно расти. Для того, чтобы японскую иену начать укреплять, а мы знаем по последним заявлениям японского регулятора о том, что японская экономика может начать рост только если курс японской иены будет не выше 157, появляется действительно основание задуматься о монетарной политике. Будем следить за этим событиями. Так или иначе, по валютной паре доллара и японской иены постепенно появляются точки для хода для продаж с целями 155 и возможно даже ниже. Это были все наиболее важные события на сегодняшний день. Уважаемые трейдеры, желаю вам успешной торговли и всего наилучшего.